Мусорная карта города 37 компаний начали свое развитие именно здесь, в Бийскому бизнес-инкубатору, 5 лет. Праздник цветения моральника. В Алтайском крае открывается летний туристический сезон. Перешли на другую схему. Сегодня в Бийске по распоряжению главы администрации Николая Нонко завершился отопительный сезон. Напомним, что в прошлом году батареи в домах бейчан стали холодными на день раньше, 28 апреля. А многие города Сибири, в том числе и краевая столица, отопительный сезон завершили еще на прошлой неделе. Отметим, что сразу после праздников в нашем городе начнутся плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Своё пятилетие празднует бийский бизнес-инкубатор. Чего удалось добиться за это время, журналистам и гостям рассказали сегодня во время небольшой экскурсии. На выставке 15 компаний представили свои товары и услуги. Это лишь малая часть тех, кто благодаря бизнес-инкубатору встал твердо на ноги в сфере экономики. За время работы институт начинающих предпринимателей помог зайти на рынок 37 компаниям. Теперь они успешно работают в разных сферах. Это и утилизация опасных отходов, и производство новых инновационных продуктов. Сейчас бизнес-инкубатор имеет стабильный поток как только начинающих, так и уже действующих предпринимателей, которые нуждаются в той или иной информационной, консультационной и иных формах поддержки. Самым главным успехом, помимо того, что наград, благодарности бизнес-инкубатору со стороны различных структур и институтов поддержки, является то, что мы все-таки сформировали тот постоянный поток начинающих предпринимателей, которые пользуются услугами бизнес-инкубатора. И хочется отметить, что на сегодняшний день у нас практически нет простоя в пустых офисных помещениях. Мусорная картобийска продолжает расти. Новые объекты появляются на ней практически каждый день. К картой свалок уже заинтересовалась прокуратура города. Итак, что же это за особенные места Бийска? И прямо сейчас я вам расскажу и покажу. О создании мусорной карты города мы объявили всего лишь неделю назад. И к нам уже поступило достаточно много обращений. Люди жалуются на различный мусор и бытовой, и строительный, на свалке, во дворах и на пустырях. А вместе с адресами мусорных точек бийчане присылают и фотоподтверждение. И вот сегодня мы решили сами проехать по некоторым этим местам. Первое место, куда мы прибыли, это площадь 9 января, точнее двор между домами площадь 9 января 1 дробь 1 и 3 дробь 1. Здесь уже несколько лет не вывозят строительный мусор. А последнее время плюсом ко всему добавляется еще и бытовой. Свалка пополняется и в течение года некому, не найдем хозяина, который бы убрал нам этот мусор. Я третий год уже бьюсь, третий год. Сейчас пошла в администрацию к этому, ну по зеленению там в отдел. Они мне в двух экземпляровах написали, они мне значит подписали, сказали через 10 дней мы пришлем какой-то ответ. Уже проходит 4 апреля это было, ответа никакого нет. Помогите нам, пожалуйста, его везти, а потом мы будем следить. Мы уже начали работу вот на противоположном стороне дома, все вычистим здесь и будем за этим следить. А вот и еще одна точка, которая появилась на мусорной карте нашего города. Это свалка в районе переезда. Во дворе за домом по адресу Мерлина 58Б. Местные жители вспоминают, что когда-то 15 лет назад на этом самом месте был облагороженный полисадник. Росли акации. А постепенно полисадник разрушался и 3 года назад сюда начали возить мусор. И вот вы можете видеть, во что эта территория превратилась сегодня. В центре города по этому трамваю окурки ходят, собирают, а это никому не надо. Ну что это? Вы убирайте сами. Да как это убрать? У нас около дома все убрано, мы сделали воскресник, вышли, все подмели около дома. Ну а здесь как можно убрать, если это всюду везут сюда? Ну вот матрас, откуда он появился здесь? Холодильник стоял, трюмо стояло, шкафы стоят какие-то, все сюда возят. А эта эпичная свалка находится в районе Зеленого Клина, за строящейся спортшколой. Нам о ней также сообщили жители города. Мусор здесь самый разный. И если со строителем мусором впору разбираться управлению ЖКХ, то что касается бытовых отходов, то этот вопрос к нам, к бейчанам. Если мы настолько сильно не любим свой город, значит мы не любим и самих себя. И если кто-то не хочет выходить и убирать мусор, то давайте не будем его хотя бы бросать. И тогда я уверяю, очень скоро наш город сильно преобразится. Татьяна Цвинаренко, Сергей Даровских, Будни. Бейские дружинники готовятся охранять общественный порядок на майских праздниках. Накануне шесть бейчан признаны лучшими дружинниками города. Они получили денежную премию, а также приняли в организацию новых ее участников, вручив 21 удостоверение народного дружинника. На заседании штаба народных дружин подвели итоги совместной работы общественников и полицейских за 2015 и первый квартал нынешнего года. В народной дружине Бийска сегодня 223 человека. Это общественники предприятий, организаций и казачьего общества «Ермак». Дружинники совместно с полицией охраняют правопорядок во время праздников на пикетах, митингах, олимпиадах. А также посещают социально неблагополучные районы, проверяют горожан, состоящих на учете в отделе внутренних дел. В этом году они провели 167 совместных мероприятий, в которых участвовали более 300 человек. При поддержке народных дружин пресечено 119 административных нарушений и раскрыто три преступления, в их числе одно разбойное нападение. В первую очередь мы ставим перед собой задачу, это, конечно же, профилактика. Человек в форме, он всегда дисциплинирует. И появление наших нарядов, наших казачьих патрулей, оно само по себе имеет довольно значительный профилактический эффект. Еженедельно народные дружинники Бийска совместно с полицейскими выходят на охрану общественного порядка. В дозор отправилась и наша съемочная группа. Красная повязка на рукаве как отличительная метка для тех, кто патрулирует улицы города. Сегодня четверг, и на охрану общественного порядка в этом микрорайоне выходят два патруля. Начальник смены дежурной части МВД Бийская, как и положено, на разводе. Маршрут номер один в рамках Коммунарский, Синая, Мопровский, Мухачева. Неукоснительное правило напомнить дружинникам о их правах и обязанностях, доложить оперативную обстановку. Во главе наряда старший сержант Евгений Шаравьев, кинолог Евгений Пищальников, дружинники Алексей Кипарисов и Владислав Стасюк. Четвероногий полицейский, пёс Рейд тоже в дозоре. Прошло несколько минут и первый сигнал по рации. 35 лет спортивного террасложения. В угон с города Кемерово, Влада Приорах, введем план перехват по данной ориентировке. Благодаря народным дружинникам удалось усилить полицейские наряды. К тому же общественники выручают сотрудников патрульно-постовой службы во время задержания нарушителей. Дружинникам отводится роль понятых. Владислав Стасюк работает в ФНПЦ «Алтай». Стал дружинником, чтобы поближе познакомиться с работой полицейских. Это его 15-й выход на дежурство. Было интересно посмотреть изнутри, как происходит весь процесс. В народной дружине БИСКО люди разных профессий и возраста. Не просто милиция добивается какого-то правопорядка, а жители города тоже высказывают свою гражданскую позицию. Дежурство народных дружинников в 3 часа с 6 до 9 вечера. Группой старшего сержанта Шаровьева правонарушение не выявлено. На их маршруте было спокойно. Наталья Кондакова, Иван Зяблицкий. Подготовка к шествию бессмертного полка в Алтайском крае выходит на финишную прямую. Большинство желающих пройти в День Победы с портретами фронтовиков, которых уже нет в живых, сейчас занимаются изготовлением транспарантов. Но кураторы акции в нашем регионе просят не просто прийти в праздничный день с памятной табличкой, но и внести военную историю своего погибшего родственника в специальную летопись на сайте проекта. Бессмертный полк пройдет в Алтайском крае уже в четвертый раз. В прошлом году, в юбилейный День Победы, шествие собрало больше 35 тысяч человек. Организаторы уверены, в 2016 акция пройдет во всех городах и районах края. Вместе с жителями нашего региона в строй станут и знаменитые алтайские писатели, художники, журналисты и политики. В Бийске, например, уже не в первый раз в акции примет участие депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Акция «Бессмертный полк» набирает обороты. В этом году она будет проходить в 39 странах. В России, в каждом регионе, в каждом городе пройдет свой «Бессмертный полк». Буду принимать участие в шествии «Бессмертного полка» также в родном городе, в Бийске, с фотографией своего дедушки. Завтра в Алтайском крае официально откроется летний туристический сезон. Уже четвертый год подряд открывает его большой праздник цветения моральника. Основные мероприятия пройдут на территории особоэкономической зоны туристка рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Праздник будет проходить на фоне удивительной природы предгорье Алтая. Программа включает большое количество бесплатных зрелищных мероприятий. Вход на праздник свободный. На праздники цветения моральника туристов ждет большая культурная, спортивная и развлекательная программа. В этом году организаторы ожидают прибытия более 5000 участников. Подробно с программой мероприятий можно познакомиться на официальном сайте туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Мясо, рыба, овощи. Три часа по сниженным ценам. Всех бейчан приглашают на социальную ярмарку. Она пройдет завтра, 30 апреля, на привычном месте на бульваре Петра Первого. Бурная торговля начнется в 11 часов. В социальной ярмарке всегда пользуются спросом у бейчана, ведь здесь можно приобрести продукты по привлекательным ценам. Обычно продавцы, хоть и не все, предлагают скидки от 25 до 40%. На социальной ярмарке свои товары представят как местные производители, так и представители соседних сел. Напомним, свою работу ярмарка начнет в субботу, 30 апреля, в 11 часов. Продлится торговля вплоть до 14 часов. Приглашаются все желающие. 3 мая центром притяжения любителей экстрима станет квартал АБ в районе Вихаревской переправы. Там пройдет открытое личное первенство «Биска» по мотокроссу. Начало соревнований в 11 утра. Но реветь моторы начнут гораздо раньше. В 9 часов начнутся тренировочные заезды. В этот день на трассу выйдут сильнейшие спортсмены со всей Сибири. Возраст участников от 7 до 57 лет. Животрепещущее шоу продлится до вечера. В завершении праздника спорта награждение лучших мотогонщиков. Для зрителей подготовлены трибуны и оборудовано кафе. Будет очень интересно и зрелище. У нас там трамплины, ребята прыгают на мотоциклах по 25-30 метров. То есть захватывающие соревнования. Но когда выезжают ребятишки, семилетки, ну это вообще нонсенс, по идее. Трасса тяжелая, песочная, и вот они на маленьких колесиках соревнуются. Биски и грибцы готовятся к долгожданным тренировкам на открытой воде. Сейчас, пока еще не позволяет погода, они занимаются в специализированном зале. Но уже совсем скоро грибные тренажеры они сменят на настоящие плавсредства. Как в Биске растят будущих чемпионов, расскажем вам прямо сейчас. Рука выше, вот здесь, напротив виска, впереди подбородок. Вот так. Спортивная школа, где занимаются олимпийским видом спорта, в Биске появилась осенью прошлого года. В наш город переехал тренер Александр Сухой и понеслось. Уже сегодня греблей занимаются почти полсотни школьников. У меня получается, на вот этом зале тренажеры у меня мощность уже около 150 грибка. Вот, ну, все идеально. Мне нравится. Биске филиал краевой спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ является полноценной базой для подготовки профессиональных гребцов. Тренажеры, на которых сегодня занимаются будущие чемпионы, считаются лучшими в мире. У нас два теперь специально гребных тренажера, на которых мы изучаем технику гребли. Остальные тренажеры силовые. Появились они у нас в январе месяце. Благодаря фонду Александра Сергеевича и Прокопьева тренажеры очень сильно нам помогают. То есть физически дети за зиму уже подтянулись, то есть, ну, развиты, как бы, мы готовы к выходу на воду. Уже этим летом наши гребцы отправятся на свои первые соревнования. На предстоящем Кубке Алтая бичане намерены составить серьезную конкуренцию ведущим спортсменам и побороться за медали с золотым отливом. Поэтому стараемся сейчас вообще. Тем более, что скоро лето уже будем сидеть на воде, на бии. Вообще, научиться сидеть на байдарке, догрести хорошо. Сейчас пока не получается, конечно, все равно. Все равно равновесие трудно держать. А пока школьники только учатся держаться на воде, их кумир Игорь Бак уехал в Краснодар готовиться к главным стартам этого сезона – Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но прежде титулованному спортсмену с бийской пропиской необходимо подтвердить свой статус на Кубке и чемпионате России. Ирина Дубицкая, Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. Это все новости на сегодня. Впереди 4 выходных дня. Проведите их с пользой. С праздником вас!